Меня зовут Светлана Штеменко. Я бы хотела рассказать, как правильно подготовиться к фотосессии. Первый совет. Не будем забывать, что на фотосессии будет очень яркий свет и все недостатки кожи, все мельчайшие неровности или какие-то покраснения будут видны. Кожа желательно должна быть матовая, так как все блики, все это будет видно. Для этого нужно использоваться пудрой, желательно рассыпчатой, припудрить все лицо. Конечно, это все может сделать фотограф, есть фотошоп, но зачем добавлять лишние работы. Особое внимание нужно уделить бровям, заранее позаботиться о их форме. Также желательно использование матовых текстур, матовых теней. Блеск на губах, например, очень активный, если это будут белые просто пятна. Также, если это мерцающие тени, они могут получиться белыми точечками, то есть избегать крупных таких пигментов, крупных частиц. Главное не забывать о том, что макияж на фотосессии на фотографии может казаться блеклым, не таким, как мы его видим в зеркало, поэтому нужно сделать чуть поярче. Вспышка многие цвета просто съест, поэтому делаем ярче, более активные ресницы, объемные. Чтобы лицо на фотографии не выглядело плоским, нужно сделать коррекцию лица, то есть темной корректирующей пудрой. Выделить скулы, линию скул, немножко под подбородком, височную часть, линию под волосами. А также нужно нанести румяна. Так вид будет более свежий и отдохнувший. Чтобы определить, куда нанести румяна, достаточно всего лишь улыбнуться. Вот она, вот эти вот места. Чтобы завершить наш образ, добавим немножко помады. Тоже помада матовая, то есть это не блеск. И нанесем совсем капельку блеска на центр губы. Губы будут казаться более объемными. Надеюсь, мои советы помогут вам прекрасно выглядеть на фотосессии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова